Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл «Введение в Священное Писание Нового Завета». Тема лекции «Библейская дисциплина. Введение в Новый Завет». Для того, чтобы читать, изучать и правильно понимать Слово Божие, недостаточно только определенных методов, недостаточно только обращения к тексту. Необходимо еще усвоить целый ряд сведений, предварительных сведений, которые и предлагает библейская дисциплина под названием «Введение». Введение в Священное Писание Нового Завета. Иногда используется синонимичный греческий термин «исагогика» от «ис» — это «внутрь», «аго» — «вести». Можно дать такое определение данной дисциплине. Введение в Священное Писание Нового Завета или «исагогика» Нового Завета — это вспомогательная библейская дисциплина, которая излагает ряд предварительных сведений, необходимых для правильного понимания и толкования библейского текста. Новозаветная «исагогика» делится на две большие части. Традиционно они получили следующее название. Первая часть — «Общее введение», вторая часть — «Частное введение». Легко понять различие содержания этих частей, если мы будем помнить. «Общее введение» обращается к тем вопросам, решая те проблемы, которые относятся ко всем книгам канона Священного Писания Нового Завета. А «Частное введение» рассматривает те вопросы, которые связаны с каждой отдельной книгой и решаются по-своему для каждой книги. Рассмотрим подробнее эти два раздела дисциплины «Введение в Новый Завет». «Общее введение» рассматривает прежде всего вопрос богодухновенности Священного Писания Нового Завета. Богодухновенность — это особый статус, особое положение книг, входящих в Новозаветный канон. Богодухновенность означает, что источником божественного откровения выступает Бог, а священные авторы усваивают божественные идеи, но, задействуя свои человеческие способности, эти идеи фиксируют в письменной форме. Таким образом, мы говорим о том, что происходит руководство Духом Святым, и это означает, что не только практически сводится к нулю возможность каких-либо ошибок, но и то, что у священного автора ни в коем случае нет желания как-то обмануть или спровоцировать читателя. Но поскольку термин «богодухновенность» можно понимать по-разному, он и понимается по-разному в разных традициях, то, конечно, этому основополагающему вопросу посвящен первый раздел «Введение». Второй раздел также связан с богодухновенностью, ведь далеко не сразу в нашей православной христианской церкви сформировался канон, то есть список из 27 книг, которые были признаны богодухновенными, которые получили вот этот особый статус священных книг. И очень важно понять, что канон формировался не на пустом месте, не случайно. Это не была прихоть всего лишь отдельных людей, или не был просто некий общий коллективный договор. Канон священного писания формировался, да, в том числе и в дискуссиях, и в реализации различных взглядов и мнений, но на основании определенных важных принципов. Их очень важно узнать, чтобы правильно относиться и к канону, и к входящим в него книгам. Третий раздел данной дисциплины введения – это текстология. Однако мы, православные христиане, изучаем именно текстологию, а не текстуальную критику, как, например, протестантские ученые, потому что у протестантов очень часто до сих пор фигурирует в качестве основной задачи реконструкции некоего гипотетического оригинального текста священного писания Нового Завета. Мы же понимаем, и это подтверждает многовековая уже теперь деятельность текстологов, что восстановление некоего первоначального текста в настоящее время, к сожалению, невозможно. У нас есть целый ряд разночтений, из которых мы можем выбрать предпочтительные, можем указать, что другие чтения в древних рукописях являются для нас неприемлемы, и даже предположить, по какой причине они возникли, были ли это ошибки переписчиков, или, может быть, сознательные корректуры, но мы не можем со стопроцентной надежностью гарантировать, что выбранное нами разночтение было в том самом автографе, который был написан рукой апостола. Поэтому наша православная текстология изучает не только разночтение, но также и историю развития текста, историю передачи текста священного писания Нового Завета. Конечно же, в качестве отдельного важного раздела фигурирует в общем введении и герминевтика, то есть некие априорные установки, мы их называем принципы новозаветного толкования, и определенные алгоритмы, мы их называем методы новозаветного толкования, которые используются для того, чтобы понимать и комментировать текст священного писания Нового Завета. Этот раздел тоже очень важен, потому что на протяжении истории церкви существовали разные методы, разные подходы, и одним из важнейших принципов для толкователя было выбрать метод, который соответствует задачам толкователя. И поэтому в древности не только использовали стандартный историко-филологический метод, но зачастую прибегали к другим методам, типология, аллегория, это все делалось для конкретных целей. Но сейчас, когда мы обращаемся к святотическому наследию, и иногда обнаруживаем аллегорию там, где мы ожидаем увидеть историко-филологический метод, нас ждет разочарование. Для того, чтобы нас не постигало это разочарование, чтобы понимать значение, ценность святотической традиции, конечно, имеет смысл вначале обратиться к герминевтике. И, конечно же, такой раздел общего введения, как историко-археологический контекст эпохи, также важен. Потому что в этом разделе для желающих изучать Слово Божие указывается, где, какие источники можно обнаружить, которые позволят нам восстановить контекст эпохи, времени жизни Господа Иисуса Христа и апостолов. Для того, чтобы правильно понимать их действия и их изречения. Конечно же, указанные разделы общего введения в священное писание Нового Завета уже на серьезном уровне, когда они изучаются, например, в магистратуре духовных академий, выделяются даже в отдельные курсы. Однако задача заключается в том, чтобы получить хотя бы базовое представление по каждому разделу, именно узнать то самое необходимое, без чего изучение священного писания может привести к неверным результатам. То, что касается частного введения, это вопросы, которые связаны с каждой отдельной конкретной книгой. Прежде всего, это авторство, датировка, адресат или читательская аудитория, жанр, в котором написана книга, литературные контексты эпохи, то есть произведения современные священному автору, которые помогают лучше понять смысл библейской книги, структура той или иной библейской книги, и библиография, то есть обозрение публикаций, не только комментариев, но и каких-то еще других исследований, которые посвящены той или иной книге Нового Завета. Как видно, все перечисленные вопросы связаны именно с отдельными книгами, и в зависимости от того, какую книгу мы берем, то у нас будет свой ответ на перечисленные вопросы. И, конечно, можно было бы предложить еще и отдельный цикл по частному видению в Священное Писание Нового Завета, однако в отрыве от изучения самого текста, то есть в отрыве от экзегетики, такое изучение этих вопросов будет очень скучным и даже схоластичным. Поэтому, как правило, подобного рода вопросы частного видения уже рассматриваются в курсе экзегезы той или иной новозаветной книги. В результате оказывается, что самым плодотворным и самым важным является прежде всего соприкосновение с общими вопросами, то есть изучение общего введения в Священное Писание Нового Завета, чему и посвящен наш цикл лекций. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok